А князя мне нужен возрастной артист. И обратились к Владимиру Михайловичу, он сказал, да, я сыграю. Но при темпераменте молодых людей все коллеги его очень волновались. Как он будет, это будет такой-то диссонанс, молодая, вот такая буйная энергия, Владимир Михайлович. И вы знаете, он так достойно справился, и это так ребят, студентов подтягивало, что они играют с такой звездой, с народным артистом. А как он по-отечески к ним там относился, как они, сколько энергии ему давали. Следующий коллектив, который к нам хочет приехать, ну вот удивительно, не знаю, как выбрать и кому отдать предпочтение. Есть спектакль «Деревья умирают стоя». И этот спектакль хотят очень, с огромной просьбой к нам, сыграть два коллектива. Это театр города Ногинска, Московская область, и театр Волгоградский экспериментальный театр. И мы сейчас не знаем, как поступить. Два дня отдать одному спектаклю, но хочется, знаете, ретроспективу спектаклей, разнообразие этих спектаклей. Вот. И поэтому вот думаем, но Ногинск пригласим точно «Деревья умирают стоя». А вот с Волгоградом будем думать, а может быть, и пусть будет два. Посмотрим. Уже точно мы сделали приглашение, подтверждение. Есть, приедет к нам Таганковский камерный театр. Это частный театр, не бюджетный театр. Частный театр существует на частные пожертвования. Но мы с этим театром повстречались в городе Новороссийске, на фестивале «Театральная гава». Он получил, как и мы, звание «Дулята». Потому что мы работали на большой сцене, именно на малой. И это был спектакль про шляпки. Чеховские рассказы. Чеховские рассказы. Что-то со шляпкой связано. Сейчас вспомню. Они специально к нашему... Я решила, пусть идут Чеховские. Конечно же, я играл в Чеховских рассказах. За всю свою жизнь, однозначно. Потому что в своей жизни каждый артист сыграл Чехова. Но они специально под наш фестиваль вызвали режиссера из Москвы и ставят спектакль, в котором играл Зейдин, он забытый, немножко загнанный лошадь. Это будет на малой сцене. Но я думаю, вот про шляпку-то мне очень хочется. Может быть, два дня им отдать. Пусть сыграют на малой сцене. Параллельно, допустим, вечерний спектакль само собой. И дневной еще сделать. Хотя еще надо выстроить творческие встречи, мастер-классы. И культурную программу, и образовательную программу. Гулять по улочкам города. Пусть вы не понимаете. Но будем стараться. Один день будет отдан кинематографу. Может быть, два дня. Мы сейчас с Михаилом Алексеевичем Малаховым, с кем-театром «Октябрь» эти вещи проговариваем, выстраиваем. У нас еще есть два месяца времени, потому что он был артистом театра и кино. Поэтому здесь тоже будет показ тех фильмов, или отрывочки из фильмов, или одного фильма. Мы сейчас думаем, как это лучше преподнести. То есть один день будет посвящен Зейдин в кинематографе. Вот таким образом будет выстроен фестиваль на родине Владимира Сергеевича. Вы правду сделайте. Сейчас я просто... Спасибо.